Я читаю девятую главу из второй книги царств. И сказал Сива царю, есть сын Ионафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира, сына Аммиэлова в Ладиваре. И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Аммиэлова, из Ладивара. И пришел Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид, Мемфивосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Ионафана, и возвращу тебе все поля Саула отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мемфивосфей и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. И так обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфивосфей же сын господина твоего всегда будет есть за моим столом. У Сивы было пятнадцать сыновей и двадцать рабов. И сказал Сива царю, все, что приказывает господин мой царь, рабу своему исполнит раб твой. Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все, живущие в доме Сивы, были рабами Мемфивосфея. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги.